О, Эндрю! Спасибо, что ты пришел! О, спасибо! На часах у нас уже 17.00, и мы рады приветствовать всех участников на восьмом дне нашей первой русскоязычной онлайн имбодимент-конференции. Меня зовут Инна Ванина, и я буду хозяйкой команды организаторов на этот ближайший час, и мне будет помогать наш технический ассистент Маргарита. Маргарита, обозначься в пространстве, помаши или голосом что-то скажи. Привет! Маргарита – наш технический эксперт высшего класса, который с нами уже, наверное, вот уже с десяток сессий, помогает участникам чувствовать себя комфортно на нашей имбодимент-сессиях на площадке Zoom. Надеюсь, что большинство из вас уже освоились на нашей площадке и чувствует себя как дома. Ну, если коротко, мы видим внизу на панели такие значочки. Знаем, как пользоваться чатом. Когда мы нажимаем чат, вываливается у нас либо всплывающее окно. С правой стороны вы можете ввести сообщения, задавать нам вопросы, оставлять свои комментарии. Ну и, собственно говоря, я хочу представить человека, ради которого мы все сегодня в 5 часов вечера воскресенья собрались. Это Ирина Садакова. На нашей сессии вечером, восьмого дня конференции, ее сессия называется «Цигун и имбодимент». Прежде чем я передам эстафету Ирине, несколько слов о ней. Ирина Садакова – тренер по цигуну, цигун-терапевт, коуч, педагог, менеджер проектов с практикой йоги более 10 лет и практикой цигуна более 4 лет. У нее есть в арсенале соматические практики и имбодимент-практики, которые она использует в обучении. Она также преподаватель курсов «Хайнен Цигуль» в Швеции, Великобритании, России, мастер цигун-терапии и ассистент на курсах цигун в Цигун-академии в Стокгольме. Ну что ж, Ирина, вам тогда слово и тело. Спасибо большое. Как я уже пожаловалась организаторам конференции, предыдущая сессия вынесла мой мозг, но в позитивном ключе. Я поняла, что они сказали практически все, что я хотела сказать. И я думаю, что будет очень много спонтанных вещей в сессии. Мы, конечно, будем пробовать цигун, потому что прочитать о цигуне можно, в принципе, в Википедии. Правда, наверное, не о том цигуне, которым я занимаюсь, но тем не менее. И да, конечно, я что-то расскажу, но я очень полагаюсь на вас, на вашу помощь, что у нас будет такое коллективное поле, которое мы создали перед сессией, почувствовав наши седалищные кости. И в этом коллективном поле будут возникать вопросы, которые вы будете задавать, на которые я смогу ответить по мере моей компетентности. Но прежде чем я о чем-то буду говорить вообще, я думаю, что мы начнем с потягивания, с маленького упражнения, когда мы настраиваем себя немножечко на эту сессию, на то, чтобы слушать, немножко расслабляемся и так далее. Интересный факт. Я слушала предыдущую сессию, и Влад, который рассказывал о своем предмете, он как раз упомянул этот пример с потягиванием. И я просто была, боже мой, откуда же он знает, что я запланировала начать сессию именно с потягивания. Но тем не менее, да, немного передачи информации в поле. Потягивания. Ну что, давайте начнем потягиваться, а я буду немножко говорить. Да, во время сессии я буду бегать туда-сюда, потому что я буду что-то показывать. Поэтому как бы... И потягивания, это на самом деле совершенно неразрешенный нашими культурами элемент нашей жизни. Но очень важный для того, чтобы мы могли как-то себя настроить, расслабиться, выпустить лишнее и очень хорошо подтягиваться всем телом. Есть такой маленький, маленький, как это сказать, секрет потягивания, когда мы начинаем работать мизинцами, тихонечко, тихие такие, такие соматические, я бы сказала, движения мизинцами. И они по какой-то странной, вернее, совершенно не странной, а вполне логичной сети начинают давать импульс примерно вот в этой части тела и начинаются... А еще очень хорошо зевать. И тогда подтягивания, подтягивания включаются даже ноги. И тогда именно там тоже что-то происходит. Мы расслабляемся, очень много всяких блоков, еще чего-то, что нам мешает. уходит вместе с подтягиваниями. Вы можете дальше продолжать подтягиваться, потому что это очень вкусно и хорошо. Это не совсем цигуновское, хотя в цигуне мы применяем... Не надо взливать, как поворотки. Это очень-очень много усталости, очень много всего. О-о-о-о-о, как поворотки! О-о-о-о! Небольшая история. На самом деле это называется пандикулейшн. И в последнее время люди, умные люди исследовали это дело, потому что если мы посмотрим на животных, и особенно на кошек, они подтягиваются очень вкусно и красиво. это очень хорошо. Зевайте, зевайте! Вот. И на самом деле это очень связано с нашей нервной системой, которая... которая... которая нас защищает и которая, в принципе, король в нашем организме, если мы говорим о телесности, соматике и других вещах. И мы знаем, что стресс-респонс... ой, стресс начинается с того, что мы выбрасываем адреналин, потом выбрасывается кортизол. И когда стресс отпускает продукты адреналина и кортизола, они, как говорят исследования, то, что я говорю, это то, что я слышала от моих учителей или где-то читала сама. То есть вы можете даже не верить в то, что я говорю. Но вот как последние исследования говорят, что когда мы подтягиваемся, когда мы делаем это запрещенное, вернее, не запрещенное, а, как сказать, ну, не очень приветствуемо нашей культурой действие, то продукты после стресса, которые обычно оседают на нашей соединительной ткани, или фасия, как это теперь называется, они как бы удаляются. Поэтому это вот один лайфхак от цигуна, это зевайте и подтягивайтесь тогда, когда вам этого хочется. Вот. Но мы потихонечку настроились на то, чтобы поговорить немножечко о цигуне. И я могу сказать, что вокруг цигуна очень много стереотипов. И если я вернусь к предыдущей сессии, они разговаривали о разных уровнях и так далее. И я могу сказать о том, что цигун для меня. Потому что каждый человек имеет свой опыт, несмотря на то, что есть какое-то определение в Википедии или какой-то опыт, но каждый человек от цигуна берет то, что ему необходимо на данный момент. Для меня цигун — это система жизни, которая позволяет мне идти к моему, как бы, к моей основе, к моему сердцу, к моей целостности. И сейчас я возьму и подгляжу, что я там написала. Ха-ха. Это как бы система работы с моими внутренними драконами и система через движение, через тело, путь к себе. Путь к себе и, в конце концов, путь к другим людям. То есть настраивая, налаживая себя, я настраиваю, налаживаю отношения, которые возникают у меня вовне с другими людьми, с какими-то явлениями, с окружением. Вот это цигун для меня. Ну, если мы говорим, допустим, о коучинге цигуна и прочих вещах, да. Конечно, можно задавать любые вопросы. Вот. О коучинге через цигун или просто сказать, что такое цигун. Окей. Я уже сказала, это система, которая имеет очень много разных уровней. И каждый человек приходит на какой-то уровень. Чаще всего, почему люди приходят на цигун. И здесь очень прямая связь между цигуном и эмбадемент. Люди приходят на цигун по трем причинам. Потому что у них что-то болит хронически. Потому что они испытывают стресс хронически. И потому что они не могут спать. Поэтому люди приходят на цигун. И тогда цигун встречает их на том уровне, на котором человек находится, и начинают потихонечку, потихонечку собирать человека, который... Ну, если мы говорим о тех трех признаках, о которых я сказала, то это как бы классика жанра расставания с телом досрочно. То есть, когда люди испытывают сильную боль в теле, тело сигналирует «Я есть!» но они его не видят. Когда стресс тела сигналирует «Стоп, стоп, 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 стоп!» Нельзя так гнать дальше. Ну, естественно, когда человек не спит, это тоже одно из стрессовых явлений, когда, собственно говоря, человек живет в голове, а не в теле. Вот. И цигун как бы позволяет взять вот с этого нулевого уровня и потом начинает открывать свои пласты для своего личностного развития, для того, чтобы почувствовать себя центром своей жизни и делать тот выбор, который, собственно говоря, определяется тем, что хочешь ты, тем, кто ты такой есть и твоим собственным центром. Вот. Ну, цигун, если мы вернемся к определениям и прочим вещам, то ци это энергия. Гун или гонг, потому что по-английски, шведски и так далее это называется цигун о цигун это культивировать или двигать. По сути своей цигун это движение энергии внутри себя. Но здесь опять же вот в этой аудитории, наверное, очень просто говорить об энергии. Но, например, в аудитории людей достаточно обычных, которые живут своей жизнью, своим стрессом, как я говорю, немножко сложно. То есть половина, мир, похоже, разделен на две половины. Половина мира считает, что да, мы энергия, другая половина мира считает, нет, мы не энергия. и в принципе спорить тут бесполезно, потому что у каждого своя точка зрения, это вполне нормально. и как сказать, в цигуне нет научных исследований, вернее, они есть, но их не так много. Для того, чтобы доказать, что да, цигун работает с энергией и прочее, прочее, это только можно почувствовать на себе. Поэтому я и говорю, что пожалуйста, не верьте в то, что я говорю, это то, что я чувствую. Может быть, вы этого не чувствуете, и это очень даже хорошо и очень нормально. Вот. Но, поскольку говорить мы можем очень долго, у меня есть предложение, я пытаюсь следить за временем, поскольку я говорить могу часов в пять об этом, поэтому мы должны же что-то попробовать. и поскольку мы сейчас пришли к этому энергетической составляющей цигуна, мы можем это попробовать. Верите в это или не верите, это не так важно, просто попробуйте. И потому, что я предлагаю здесь, я предлагаю. То есть нет никакой обязанности это на самом деле пробовать, можно просто смотреть, как это у меня получается, поскольку вы на меня смотрите. Вот. И то есть это не обязательно. Потом, то, что мы будем делать, я могу сказать, что это не Олимпийские игры. Самое главное в цигуне, когда мы переходим к движениям, это чувствовать свое тело. В принципе, принцип цигуна в том, что я работаю моим сознанием или моим вниманием в моем теле. Грубо говоря, я кладу сознание в ладонь и разворачиваю ее к вам. Конечно, это видно, что это физически, но есть две большие разницы. Или я там, или я где-то там. Будут совершенно разные ощущения, и мы попытаемся это попробовать на самом деле. Ну что, готовность номер один? Хорошо, погнали. То, что я сейчас вам покажу, это одно из основополагающих упражнений в той форме цигуна, в которой я занимаюсь. Напомните мне, я о ней потом расскажу. Но сейчас мы просто попробуем поиграть с энергией. Это действительно поиграть. То есть не надо подходить к этому серьезно. И мы это когда-то делали в детстве, не думая о том, что это цигун. У меня говорит, что у меня интернет немножечко нестабилен. Меня видно? Да, вас видно, но вы немножко подвисаете. А я поняла. Это, наверное, сторм. Ну ладно, мы попробуем. Я могу раздать телефон, ну в принципе мы можем попробовать. Ну что, расслабьтесь. Выдохните. Выдохните и почувствуйте опять то, что мы делали до сессии. Почувствуйте седалишние кости свои. ноги. Вы можете не вставать. Я сейчас встану, но вы можете не вставать. Просто если вы стоите, почувствуйте ноги. Если вы сидите, почувствуйте свои седалишние кости и выдохните. и почувствуйте вашу связь между вами, вашим телом и землей. Снимите ответственность за себя то, что вы сидите или стоите. Просто позвольте земле держать вас. Как вас мама когда-то держала на руках, точно так же, когда вы взрослый, земля держит вас. И с этим контактом с землей посмотрите на свои ладошки. Отведите это, кстати, очень хорошее упражнение в жизни. Отведите локти немножко от тела и растирайте ладошки. Растирайте 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 расслабьте тело включите тело вот эти штуки они тоже болтаются растирайте 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 очень хорошее упражнение когда человек замерз и когда человеку нужно очень много энергии например встретиться с начальником очень хорошее упражнение растирать ладошки остановитесь остановитесь А теперь почувствуйте опять эту связь с землёй, почувствуйте ваши ноги, почувствуйте седалищные кости и поставьте ладошки напротив друг друга. И всё внимание, всё внимание поместите между вашими ладонями. Между вашими ладонями. И попытайтесь почувствовать, есть ли что-то между вашими ладонями. Вы можете ими подвигать туда, сюда, немножко в сторону и соединить, попробовать вместе. В сторону вместе. Немного в сторону вместе. И почувствуйте. Обязательно ваше сознание, ваше внимание между ладонями. И, наверное, что-то там есть. Какой-то магнит. Возможно, иголочки в ладошках. Или как вата. Или, собственно говоря, ничего. Так тоже может быть. Просто сосредоточьте внимание между ладонями. А теперь посмотрите на меня. А теперь посмотрите на меня, поулыбайтесь. Подумайте об обеде. И тот, кто ощущал что-нибудь между ладонями. Есть сейчас что-нибудь между ладонями? Нету. Оно пропало. Потому что мы убрали наше сознание. И между ладонями мы стали смотреть на меня, думать об обеде. А теперь вернитесь обратно своим сознанием между ладонями. И попробуйте опять. О, какой тут шарик интересный. По крайней мере, у меня. И тут шарик интересный. Ну, так вот, в цигуне это называется энергией. И как бы именно с этой энергией цигуны, собственно говоря, работают. Он ее культивирует. И он ее двигает. Для того, чтобы мы в жизни ощущали себя гораздо лучше в нашем теле. Ну, и мы были очень умными, хорошими мальчиками и девочками. Мы создали энергию. И для того, чтобы ее использовать, мы по цигунской традиции можем положить ее вовнутрь тела, если мы положим наши руки на пупок. И просто позволим этой энергией распространиться в нашем теле. Не забывайте контакт с ними. Опустите свою руку. Мы можем сейчас пойти в небольшие группы и просто поговорить о том, а что я чувствовал? Я вообще что-то чувствовал или ничего не чувствовал? И как это мне вообще? Хорошо? Инна? Да, сейчас мы поделим на небольшие группы. Инна, когда вы просили переключать внимание, у меня оно просто рассосредоточилось. И я все равно ощущала вот эту вот связь в руках. И смотря на вас, у меня как-то вот такая перспективная вещь получилась. Ну, это здорово, потому что это, в принципе, может обозначать, опять же, может обозначать, что вы очень хорошо чувствуете энергию. Поэтому это может быть замечательно. Ну что, я так понимаю, что пришли все. Да, у нас все вернулись. Вот, и я надеюсь, что вы поделились мнением о том, ой, а как это все было. Тем более, что я так понимаю, что, может быть, вы делали это упражнение первый раз. Вот, и как бы благодаря этому упражнению, в принципе, мы можем понять, что цигун – это готовый инструмент для embodiment. Потому что цигун работает с осознанностью, цигун работает с вниманием. И стереотип, что это гимнастика для китайских пенсионеров – это действительно стереотип. Это гораздо больше, чем это. Но, как я уже сказала, цигун, конечно, обращает очень большое внимание на тело, на телесность. И, в принципе, в цигуне есть все те уровни, которые есть, например, в йоге. Это физический уровень, это эмоциональный уровень. То есть, когда мы работаем с телом, мы работаем с нашими эмоциями. И очень часто, когда мы работаем с эмоциями, и различные движения, особенно в этом типе цигуна, который я практикую и преподаю, различные движения, они открывают эмоции. В этом плане хинен-шигун очень самотичен. То есть, они открывают эмоции, они позволяют как бы сбросить те эмоции и те блоки, которые, возможно, сформировались еще в детстве. Вот тут небольшой вопрос. О каком типе цигуна идет речь, который вы практикуете? Спасибо, что напомнили. Я сейчас закончу с уровнями и расскажу о цигуне. Цигун работает с эмоционально-физическим телом. Цигун работает с энергией. Вы сейчас почувствовали, что-то все-таки есть. Как я говорю, верить не обязательно, главное почувствовать. И, конечно, цигун работает с ментальностью, с осознанностью. И мы уже не говорим о спиритуальных аспектах цигуна, которые тоже есть. То есть, я просто хотела показать, что это такая целостная система развития человека через телесность. Тот цигун, которым я занимаюсь, достаточно современный цигун. То есть, в каком-то плане я чувствую, как это сказать, общие моменты с тем, что Марк Волш делает сейчас с йогой. Потому что, на самом деле, этот цигун был разработан доктором, доктором из Китая. Он до сих пор жив, он до сих пор развивает этот цигун. И он называется Хиней Цигун. История такова. Этот человек, которого зовут Пангмин, он вырос в какой-то горной деревушке, там, где вся деревня занималась тайши и цигуном. И мальчик рос, 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 занимался хинейм точно. Хинейм Цигун. Цигуном и тайши. Он стал медиком. Он стал медицинским исследователем. Написал несколько своих работ. И это история. Я не знаю, правда ли это. Опять же, я рассказываю историю. Вы можете верить, а можете нет. В конечном итоге дело дошло до того, что он просто сжег все свои работы. И разработал эту форму цигуна. Эта форма цигуна, поскольку он медик, доктор, называется медицинским цигуном. И в этой форме цигуна существует терапия. То есть терапия, которая помогает людям избавиться от каких-то физических проблем, эмоциональных проблем и жизненных проблем. Раз уж на то пошло. Да, круто. Это точно. В этой форме цигуна, ну там есть еще разные истории о больнице, которую он создал, которую потом закрыли и так далее. Вы можете посмотреть это в интернете. Я просто боюсь, что мы не успеем поделать еще что-нибудь. В этой форме цигуна есть шесть уровней. И три из них работают с телом. И три из них работают с ментальностью и с осознанностью. То есть, грубо говоря, медитацией. Первый, который мы сейчас попробуем, я думаю, что мы успеем попробовать первую и последнюю часть этой программы. То есть, как бы первый уровень – это программа номер один, второй уровень – это программа номер два, третий уровень – это программа номер три. Первый уровень называется Lift Up Sheet. Ну, в общем, поднимите энергию, поскольку шея – это энергия жизни. И на самом деле цель этого уровня, он как бы базовый. То есть, цель этого уровня – дать нам возможность почувствовать энергетический поток в теле, почувствовать тело. И очень много в этом уровне на то – почувствуйте тело, почувствуйте тело, почувствуйте тело. Второй уровень работает с нашим скелетом, нашими, как это называется, суставами и мускулами, с опорно-двигательным аппаратом. Так мы скажем. Для меня это наиболее трудный уровень, потому что он очень глубоко как бы работает с мышцами и нашими костями. И третий уровень, тоже физический – это балансирование внутренних органов. То есть, цигун берет пять внутренних органов – это сердце, легкие, печень, селезенка. И он как бы балансирует пять основных органов. У каждого органа есть свой, что называется, собрат, кишечник легкий и так далее. И поэтому балансируются все внутренние органы в организме. Но четвертый уровень более медитативный. Одно из самых любимых упражнений четвертого уровня – это спящий цигун, цигун во сне. Все очень любят, всем очень нравится фантастическая штука. Если вы когда-то делали йога-нидра, то это примерно в том же ключе, примерно так же работает. То есть, лидер держит группу в тета-зоне, в тета-волнах, когда человек как бы спит и как бы не спит. То есть, вот в этом пространстве, где, в принципе, происходит обновление регенерации организма, обновление регенерации мозга и также сброс каких-то определенных блоков, определенных проблем. Вот. Ну, в общем, я тут наговорила уже всего очень много. Есть ли какие-то еще вопросы, прежде чем что-то попробовать? У нас есть 10 минут попробовать. Ура! Вопросы? Давайте пробовать. Спасибо. Хорошо. Тут небольшой вопрос. Вот эти уровни по очереди осваиваются? Принципиально нет. Но я могу сказать так. Прыгнуть в третий уровень можно, но последствия могут быть тяжелыми. И не в плане тяжелыми, что человек там сломает себе что-то или повредит внутренние органы. В плане тяжелыми, что они очень гораздо глубже забирают. То есть, если мы будем говорить, что внутренние органы, они связаны с нашими эмоциями, это тоже соматично, там, печень отвечает, допустим, за агрессию, за злость. И если человек не готов, допустим, если человек не делал первый уровень, не делал второй уровень, и его зацепила злость, то выплеск этой злости может быть очень, ну, взрывоопасен. То есть, ничего не произойдет, ничего не случится, ну, просто будете кричать на кого-то. Или будете плакать очень сильно. То есть, но лучше, как любая соматика, как работа с внутренней травмой, лучше это делать постепенно, когда организм к этому готов, когда организм настолько ослаблен, расслаблен, не ослаблен, а расслаблен, что организм может позволить отдать эту злость адекватным путем, без того, чтобы вас начали раздирать эмоции. Примерно так. То есть, конечно, лучше начинать с первого, потом второй, потом третьей. Ну что ж, пробуем. Первое, что мы попробуем, это называется, как это называется по-русски? Начальное положение или... Ну да, пусть будет так. Есть какое-то другое слово, но я его уже не помню. Вот, можно встать. И мы сейчас пройдем вот этот этап начальной стойки в цигуне. И потом вы просто повторяете за мной движение. Повторяете за мной движение, при этом, смотря на меня, чувствуете себя. Это тоже немножечко как бы соматическое... Ну, как это сказать? У меня лезут в голову шведские слова, ладно, хорошо. Но это соматическая способность сфокусироваться на себя и в то же время на окружающем пространстве. Это тоже один из краеугольных камней цигуна. А теперь просто поставьте ваши ноги прямо. Посмотрите, чтобы ваши ноги смотрели прямо. На удобном для вас расстоянии. Может быть, не так. И, может быть, не так. Но так, чтобы вы чувствовали опору. И опуститесь вашим сознанием ступни ваших ног. Положите внимание, сознание, ступни ваших ног. Будьте ступнями ваших ног. Почувствуйте, как ноги опираются на пол. Почувствуйте те пункты, которые очень близко к полу. Почувствуйте те пункты, которые не опираются на пол. Почувствуйте пространство между вашими ступнями и землей. И ощутите, что с вами происходит сейчас. Стали ли вы спокойнее? Стали ли вы спокойнее? Может быть, немножко лучше? Что-то изменилось? И от ступни перейдите к вашим коленкам. Расслабьте коленки. Позвольте им быть расслабленными. А теперь вашим сознанием перейдите в лапу, в хвостик, в копчик. Опустите копчик вниз. Почувствуйте, что это движение сотворилось в вашем теле. Ваша поясница открылась, дала пространство почкам. Вы почувствовали расслабление, еще большее расслабление. И заберитесь вашим сознанием вверх по позвоночнику до шеи. Расслабьте вашу шею. Поймайте чувство, как шея расширяется, распространяется во все стороны. Расслабьте шею. Заберитесь вашим сознанием в голову, в лицо. Расслабьте щеки. Расслабьте лоб. И доберитесь до верхнего пункта на вашей голове. И почувствуйте, как кто-то прикрутил маленькую ниточку к этому верхнему пункту и начал тянуть вас вверх. Кто-то на уровне 30-40 см над головой тянет вас вверх. Ноги тянут вас вниз. Почувствуйте себя, почувствуйте свое тело, почувствуйте разницу между тем, когда мы разговаривали и сейчас. почувствуйте спокойствие в своем теле и в вашем окружении. И в этом замечательном состоянии просто повторяйте движение за мной. Поверните ладони рук назад и вниз. Ладони рук немного вперед-назад. Будьте в этом движении полностью вперед-назад. Вперед-назад. Поверните ладони лицом друг к другу и поднимите их на уровень пупка. Поверните ладони к пупку и вниз и откройтесь в стороны. Поверните ладони назад и продолжайте движение рук назад. Вперед-назад. Поверните ладони к спине, поднимайте их под мышками и вверх к солнцу. Поверните ладони к спине, поднимайте ладони. Вперед-назад. Поверните ладони к лбу и друг к другу. Поверните ладони вниз и вверх. И поднимите ваши руки над головой, если это получается сегодня. Соедините ладони. Почувствуйте ваше соединение вверх с огромным большим небом вверху. И опустите ладони вниз. Около лица. На уровень груди. Делайте выдох. Просто почувствуйте свое тело. Опустите плечи на грудную клетку. Почувствуйте разницу. Между тем, когда мы говорили сейчас, ладони идут вверх. Поверните ладони вперед и опустите руки на уровне плеч. Поверните ладони вверх и руки идут вперед. Поверните ладони вверх. Поверните ладони к колбу и продолжайте руками назад. Около сердца. Поверните ладони. Под мышками. Назад. Скиньте все, что вам не нужно сейчас. Очень хороший момент. Представьте, что все дурацкие мысли, болезни, всякая ерунда, она скользит по вашим рукам и оставляет вас. Почувствуйте легкость. Руки идут вперед. Поверните ладони вперед. И представьте себе, что перед вами огромный большой энергетический шар здоровой, красивой, прекрасной, светлой энергии. И вы этот шар кладете вовнутрь тела, положив руки на пупок. И расслабьтесь. Вы можете закрыть глаза или не закрывать глаза, как хотите, но расслабьтесь. Почувствуйте поток энергии в теле или почувствуйте разницу того, как вы ощущаете свое тело, например, перед началом сессии и сейчас. Почувствуйте свое тело, что оно есть. Опустите ладони в стороны. И очень тихонечко откройте глаза. Выдох и улыбка. Улыбнитесь. Это всего лишь немножко цигуна. Совсем немножко. Я не знаю, сколько времени сейчас. О, мы уже как бы перескочили время или как? У нас с вами еще есть пять минут. А, отлично. О, отлично. Пять минут. Но если у нас есть еще пять минут, я, пожалуй, могу показать еще одно упражнение. Я постараюсь это сделать коротко. Вы можете сидеть, как вы сидели, ничего страшного. Это упражнение, как бы вторая часть, не как бы, а точно вторая часть программы. А вы знаете, мы сделаем другое упражнение. Потому что сейчас чувствуется такая хорошая настройка, такая какая-то добрая, мягкая волна. Я думаю, что мы эту добрую, мягкую волну сейчас поддержим. И это тоже упражнение, которое как бы стоит вне всяких программ, но мы очень часто его используем. Оно очень красиво называется «Поднимите небо над собой». И мы делаем его таким образом. Мы соединяем ладони внизу. Видно там что-нибудь? Мы соединяем ладони внизу. Мы можем представлять, что мы берем эту красивую, такую солидную земную энергию у нашей мамы Земли. И мы протягиваем эту энергию через наше тело внутри до груди. Потом мы соединяем пальчики. Разворачиваем ладони вверх. Тянем нашу энергию дальше. Вверх, 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 вверх. И потом просто как душем окутываем все тело этой энергии. И чувствуем это. У-га! У-у-у! И мы опять берем энергию у нашей мамы Земли. Поднимаем эту энергию вверх. Протягиваем внутри тела. Соединяем ладошки, пальчики. Локти помогают нам поднимать руки вверх. Мы тянем эту энергию вверх, 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 вверх. И душ. Красивая, добрая, здоровая, светлая, счастливая, радостная энергия. Мы еще раз просим энергию у мамы Земли. Солидную, красивую, мощную энергию. И мы тянем эту энергию внутри нашего тела. Мы соединяем пальчики. Поднимаем ладошки вверх. О! Локти вверх. И ладошки тянутся вверх, 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 вверх. И тушь красивой, доброй, светлой, солнечной, здоровой энергии всего тела. Здоровья вам! Вот. Мы, в общем, практически уложились в пять минут. Вопросы? Да, если у кого-то есть вопросы, пишите их. Поднимайте руку. И сохраните это ощущение. Сохраните просто это ощущение того, что сейчас есть внутри вас. Того, как хорошо или плохо. Я не знаю. Я ведь не знаю. Мне хорошо. И мне очень хорошо с вами. Вот тут вопрос возник. А в Москве можно пройти все эти уровни? Я не знаю, кто занимается именно этим цигуном в Москве. По-моему, кто-то это делает. Это нужно искать в интернете. Я буду организовывать онлайн цигун середины апреля. То есть, если вы хотите то же самое, первый уровень, я буду преподавать с середины апреля через Zoom. Как раз для по-русски и для российских людей. Потому что я вдруг обнаружила, что интерес очень-очень большой. Например, я приехала на неделю в Архангельске, и ничего не объявляя, у меня вдруг случилось два тренинга. Тут технический вопрос от Валерия. Я так понимаю, пассы руками без визуализации не имеют силы? Имеют. Потому что эта программа сделана таким образом, что как бы человек не сопротивлялся, она все равно в любом случае захватывает его в поток. Эффект будет меньше, если вы не с телом. Если вы думаете об обеде, или если вы думаете о работе, или еще о чем-то. Это происходит с теми, кто начинает. Ничего страшного. Но чем больше вы делаете эту программу, тем меньше возникают мысли. По крайней мере для меня. Я проходила через все эти этапы сама, поэтому я могу этим поделиться. Чем больше вы со своим вниманием и осознанностью в движениях, тем больше вы получаете эффект внутренних чувств и так далее. Но даже если вы будете думать о своем автомобиле, это будет работать, но это будет немножко другой уровень. Да, вот здесь делятся своим состоянием. Гораздо спокойнее чувствую себя, чем в начале. Здорово! Спасибо. Да, люди благодарят. Им понравилась практика, очень понравилось упражнение. А представьте сделать всю программу. Мы сделали только первую часть и последнюю часть. Вся программа 15 минут просто безумного удовольствия. Поэтому я думаю, что Инна поставит мою страницу на Фейсбуке, я там буду выкладывать объявления. Спасибо, Эндрю! Да. А, Ирина, у нас остается еще буквально пару минут до окончания самого эфира. И, Ирина, пока я буду делать такой небольшой анонс того, что будет продолжаться на конференции, мы попросим вас через минутку поделиться самым главным советом, такой топ-типс для участников нашей конференции. Хорошо. А для всех участников сейчас, собственно, в чате мы выложим ссылки на ресурсы Ирины, где вы сможете познакомиться с ее работами. А наша следующая сессия начнется буквально вот уже через час. В 7 часов по Москве будет Лидия Броженко, соматический пилатес. Также сейчас в чате Маргарита поможет мне. Появятся ссылки на полное расписание конференции и записи наших прошедших сессий. Трансляция этой сессии появится примерно где-то через 2 часа после окончания. Ну, вы знаете, что все записи конференции будут доступны, они будут бесплатны до 26 февраля. Но вы уже сейчас можете их заказать. Ссылка также у вас появится в чате, вы сможете по ней сходить и приобрести. На самом деле мы очень приветствуем желание наших участников объединяться в сообщества, которые поддерживают идею имбодимента. И будем рады даже коллективным заявкам на покупку и доступ ко всем материалам конференции. И мы с теплотой и отзывом в наших телах принимаем ваши благодарности также в виде донейшн. Вы знаете, вот по просьбе наших участников, а на минутку на сегодняшний день вас уже больше, чем 7,5 человек, мы создали страницу, где вы можете перечислить сумму благодарности за участие в нашем таком бесплатном марафоне знакомства и погружения в тему телесности. Ссылку на эту страницу мы тоже сейчас выложим в чат, и вы сможете с ней познакомиться, сходить туда. И мы напоминаем, что приобретая пакеты записи конференции, вы также помогаете проекту «Такие дела». Проект «Такие дела» — это информационный ресурс, который поддерживает разные благотворительные организации. И 5% от суммы от продажи записи конференции мы отправляем в поддержку этому проекту. Ну вот прежде чем сказать уже всем такое огромное большое спасибо за участие в сессии, по традиции вот я сейчас хочу обратиться к Ирине для Топ Типс. Какие бы рекомендации по итогу вашей сессии вы хотели бы дать нашим участникам? Ну я бы хотела сказать так, что все мы люди, все мы человеки. Все мы вылетаем из тела и не любим чувствовать, когда больно, страшно. Когда что-то рушится. Но в этом в принципе ничего страшного, если у нас есть другая способность вернуться в тело, почувствовать, заметить, что мы где-то не там, что мы оторвались от земли, почувствовать ноги. И, наверное, эта способность, она определяет степень нашей свободы в жизни, степень нашего счастья, степень радости бытья. Поэтому вот мой инструмент – это цигун. Я была очень рада с вами этим поделиться. Ищите свой инструмент. Если вам понравился цигун, не останавливайтесь. Будьте любопытны. И чувствуйте ноги. Что бы ни происходило. Чувствуйте ноги. На такой ноте, ноги, связь с землей. На самом деле, да, мы хотели бы завершить наш эфир, но... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!